Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Рекордов России. То есть все серьезно, все задокументировано, все подтверждено. Ну и самое главное, одно из самых главных, то, что нас прямо сейчас необходимо только слушать, ну и смотреть, потому что рекорды страны, о которых мы расскажем, можно будет не только услышать, соответственно, но и, конечно же, увидеть, что вдвойне приятнее и интереснее. Слушай, ну я помню еще вот неделю назад у нас в рекордах страны была самая продолжительная река Лена и показывали ролик. Текущую Лену. Ну, текущую Лену, но не просто Лена, которая текла, а вся природа, которая окружает, как меняются звездные ночи. Вот этот вот ролик, он мне запал в душ, я неделю к нему возвращаюсь. Поэтому, друзья, действительно, 742-я кнопка Триколор.ТВ, а также Страна.ФМ, это там, где нас можно увидеть. И приложение ваших мобильных телефонов. Да, безусловно. Ну и так, друзья, в этом часть в рекордах страны. Самые крутые, самые невероятные, самые фантастические рекорды прошлых лет и анонс предстоящих рекордов. И, кстати, Викторина будет у нас тоже. Обязательно, Викторина. И тому, кто правильно ответит, не то, что мы будем подсказывать, нужно будет воспользоваться Гуглом очень быстро, тому подарим мы кепку, правильно? Да, абсолютно верно. Ну и напомним также о том, что у вас есть тоже волшебная, уникальная возможность установить собственные рекорды и прославиться на всю страну. А если у вас это произойдет, значит, о вас мы тоже расскажем в одном из выпусках рекордов страны на Стране.ФМ. Для этого необходимо что сделать? Для этого необходимо зайти на сайт книгарекордовроссии.ру. Там есть специальный раздел, он так и называется, установить рекорд и заполнить несложную заявочку и дождаться ответа. Единственный момент, который необходимо помнить, о котором необходимо помнить, это у вас должно быть российское гражданство. Ну, сами понимаете, потому что книга рекордов России. Вот такая вот условность, но тем не менее она необходима. Друзья, ну а мы продолжаем, как еще раз Влад говорил, я еще раз повторюсь, что в этом часе вас ждут самые свежие, самые яркие, самые новые, непредсказуемые рекорды, которые установили наши соотечественники. А также будем к истории обращаться, то, что никто не смог повторить. Все это вот в ближайшем часе. Итак, друзья, с вами телерадиоканал Страна.ФМ. Всем доброе утро, скоро мы начнем. И еще раз доброе утро к рекордам. Мне кажется, вот понедельник самый лучший день для того, чтобы встать и вот дать себе за рук. Сегодня я установлю рекорд на работе. Прийти и вот установить рекорд на работе, а потом сделать, вернее, осознать, что никто этого не заметил. И самому себе рассказать потом. Самому себе рассказать, сделать вид, что всем до этого нет дела и потом вот заречься с рекордами на работе навсегда. Итак, друзья, ежегодно в Ставрополье проводят автопробег, посвященный Дню Победы. В этом году мероприятие побило все рекорды и стало самым массовым в России. Обязательные условия для участия в автопробеге были исправный автомобиль, что понятно, трезвый водитель, тоже понятно, отсутствие тонировки, все по правилам, наличие ремней безопасности, наклейка с символикой Великой Победы на заднем стекле авто. Ну, результат 818 автомобилей. Рекордсменом стало Ставропольское краевое патриотическое общественное движение «Знамя Победы». Дата установления рекорда 9 мая 2017 года и место установления рекорда, еще раз повторюсь, город Ставрополь. Что говорить, когда нужно, собственно, это посмотреть? Самый массовый автопробег. Так называется рекорд. Давайте смотреть. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну, вот, собственно, все и происходит, друзья. Мы сейчас видим... О, классно! Слушай, ярко и такое зрелище, достаточно, да. Это же 818, ты представляешь? Мне кажется, что немножечко они стали проблемой для дорожного движения, да, но, тем не менее, это красиво. Слушай, там специально все перекрывалось, открывалась для них дорога, это же все-таки рекорд. Это все... Это же не просто так, на улице, в рабочем движении. А нет, я думала, что они выехали, и все встали. Конечно, Валерия, это, знаете, не Москва вам. Слушай, смотри, как здорово. Все пибикают, поддерживают это движение. Ой, как приятно, ты посмотри. 818 автомобилей, конечно, мы все не можем так увидеть, но видим, что их действительно огромное количество. Практически тысяча. И символика Великой Отечественной Победы, Великой Отечественной Войны. Ну, круто. О, гудят! Молодцы. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну, и давай немножко подробностей. Всех автолюбителей встречали сотрудники ГИБДД и волонтеры. Они выдавали наклейки каждому участнику, который проехал весь путь. В общей сложности в автопробеге принял участие около 7 тысяч автомобилей. Да, да, да. Официально весь маршрут преодолели 818 машин. Ну, то есть в целом принимало участие около 7 тысяч автомобилей. То есть это практически там, во сколько, чуть почти в 10 раз больше. Ну, это с ума сойти. Просто кто-то присоединялся. Да, ну, а дошли до финала, так скажем, и до рекорда, вот до этого, о котором мы рассказали, и который вы сейчас видели, ровно 818 машин. Почему уточняем? Потому что, друзья, вы тоже можете побить этот замечательный рекорд. Что для этого необходимо сделать? Необходимо, чтобы в подобном автопробеге, устроенном вами, или вашими друзьями, знакомыми, родными, приняли участие 900 автомобилей ровно. Вот так вот. То есть получается, насколько на 7 без 2, да? Ты зачем меня спрашиваешь по цифрам в понедельник с утра? Я так не скажу. 900, все понятно. Да, действительно, 900 автомобилей. Соберите, пожалуйста, аккуратненько проедитесь. Сделайте так, чтобы все это было официально зафиксировано. И, возможно, о вас мы расскажем. Ну, а пока вы заполняете анкету на сайте книгрекордовроссии.ру, мы движемся далее. И совсем скоро расскажем вам о еще более интересных рекордах. Или таких же интересных. Рекорды страны продолжаются. Сынок Кутузыч, песня немножечко про тебя. Вот сейчас речь пойдет о спортивном человеке. А ты не такой, ты не такой. А, Миша, зря ты так говоришь. Ну, что-то прям спортивное. Ну-ка, 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 расскажи о своих достижениях. Я похаживаю периодически, я сбрасываю жир, жиры сбрасываю я. Холодцы растрясаю. Ну, каким образом? Что ты делаешь там? Куда ты похаживаешь? Хожу я. Просто хожу, да. Хожу, наблюдаю окрестности. Ну, на самом деле, мне вообще грешно на тобой смеяться. Делаю гимнастику, между прочим я. Гимнастику делаешь? Для спины обязательно. Ох, какой ты молодец. Какой ты молодец. Вот ты, Валерия, скажи мне, в свои... В 18. В 16 с половиной сколько раз ты можешь подтянуться? Я вообще ни разу не могу подтянуться. А ты пробовала? Да, я пробовала, это не шутка. Вот сейчас выйдем, проверим. Я вот один раз с мужем поспорила, я попыталась подтянуться прям раз и ни разу. Так, заход был успешный, переходим к рекорду. Итак, друзья, подтягивание на перекладе. Девочка 5 лет смогла подтянуться 14 раз. И мы ей очень восхищены. Давайте скорее... Завидуем. Ну как, по-доброму завидуем? Ну конечно, по-доброму, не по-злом уже. Смотрели давайте на нее. Давайте посмотрим, как это все было. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак... Ага. Раз. Ножки вместе. Два. Ножки вместе. Три. Четыре. Оболвись. Ножки вместе. Пять. Молодец. Еще выше. Шесть. Шесть. Давай, давай. Еще. Семь. За папу еще, давай. За папу. Восемь. И за маму. Девять. 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 За меня. Десять. Давай, еще раз за маму. Как-то за маму активнее у нее получается. Ножки вместе. И за папу надо. Ножки вместе. А, так и ты за папу, я уже подтягивался. Смотри, смотри, смотри. За маму. Еще разочек, давай. Давай, давай, давай. Молодец. Еще один остался за себя. Четырнадцатый. Последний. Давай, давай, давай. Давай, Маша. Молодец. О, умничка. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.фм. Эта потрясающая девочка, которую вы только что наблюдали на своих экранах, зовут Мария Сергеевна. Да? Город Тюмень. Корякина Мария Сергеевна из города Тюмени. Дата фиксирования рекорда 29 апреля 2016 года. Ну, то есть буквально вот сколько там, полтора года назад. Ну, и если вы считали вместе с нами, то 14 повторений для пятилетнего ребенка, но это не бывало. Рекорд там, что у детей ручки-то, они слабенькие. У детей что они делают? Они только игрушки берут, перетаскивают. Еду ложечку вот так вот держат, и то там. Меня удивило, знаешь, что я вот видел очень часто подтягивающихся людей, но у них всегда искорежные лица, как правило. Вот, а у Маши была веселенькая детская личка. Я же делал с удовольствием. Это практически непринужденно и легко. Это вот говорится о том, что ее родители сумели ей привить такую любовь к спорту, что для нее это вот просто продолжение жизни обычной простой. Молодец. Да, друзья, если вы хотите подтянуться, делайте это, пожалуйста. Потому что есть, например, некоторые важные моменты, вот, почему помогает турник вообще подтягивание? Во-первых, становитесь выше ростом. Мне не надо. Если вы карапулечка, ну, чуть-чуть так вот не удалось как-то, можете вытянуться чуть на несколько сантиметров. Получите рельефный пресс со временем, если будете хорошо заниматься, конечно. А также возможность уникальную крепить спину, плечи, грудь Валерия укрепить можете свою. Вы мне так скажете, как будто прям что-то не так. Мышцы рук, улучшить осанку и самооценку вы тоже можете улучшить. Самооценку, это хорошо. В общем, все подтягивайтесь, ну, а чтобы побить этот конкретный рекорд, подтягиваться мало, нужно быть пятилетнего возраста, Влад, понимаешь? То есть для некоторых у нас возможности к этому рекорду уже упущены. Ну, а что делать? Если у вас есть пятилетний ребенок или вы пятилетний ребенок, подтянитесь, пожалуйста, более 14 раз, то есть 15, и вы станете абсолютным рекордсменом. Это же прекрасно. И обязательно заходите на сайт книгарекордовроссии.ру Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Я вот подумала, что женская любовь еще рекорды не ставила у нас на телерадиоканале «Страна-ФМ». Совместно с книгарекордсменом «Страна-ФМ». На воздушной подушке давайте прямо сейчас на него и посмотрим. С большим удовольствием. Конечно. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Так, ожидаем появления. Слушай, я думал, что она маленькая все-таки. Почему ты думал, что она маленькая? Судно там огромное, нереально практически. Вот в том-то, понимаешь, и... Целый корабль. Прикол, да, что помимо того, что он такой огромный, он очень быстро передвигается, и очень много у него функций, я так понимаю. Слушай, зрелище потрясающее, конечно. Он едет красиво. Нет, он ходит красиво. Он не то чтобы красиво, он внушительно очень ходит, потому что я бы устрашилась вот такого агрегата, если бы он ко мне подплывал. Поэтому и рекорд, Валерия. Да? Конечно. Ну нет, он же не ставит рекорд, как самый устрашающий. Он ставит рекорд, как самое огромное судно на воздушной подушке. Напомню, друзья, мы рассказываем о десантном корабле проекта «Зубр». Это крупнейшее судно на воздушной подушке вообще. А музыка соответствующая. Нагнетает. Нагнетающая, да. Создает масштаб. Смотри как. А он и на сушу заезжает, я правильно понимаю? То есть он и так и сяк умеет? Конечно, это же на воздушной подушке. Можешь по снегу купать где угодно. Как будто я вот прямо на воздушной подушке каждый день на работу езжу. Ты не спец, а я спец. А ты спец. Я в детстве читал правильные журналы. А я тебе хочу сказать, что, кстати, сегодня такая погода, что воздушная подушка пригодилась бы всем. Прям хлоп и поехали. Я ездил, кстати, на воздушной подушке. Как ощущения? Но очень на маленькой. А это крупнейшее. Ощущения как? Приятственные. Ну, не страшно? Нормально? Нет. Веселенькое. Ну, ладно. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.фм. Слушайте, ну тут вот есть такая интересная информация, что годы постройки судов Зубр, да, проекта Зубр, были на 1987 год пришлись и 2014 год. То есть с 2014 года суда не выпускались. Но есть одно но. Потому что в 2018 году, то есть в следующем, планируется возродить производство десантных кораблей на воздушной подушке под названием Зубр. И начало, ну, будут разрабатывать, потихонечку вспоминать, как это делали, наверное, да. А строительство начнут не ранее 19-21 годов. Ну, мне вот понравилось, да. То есть, получается, люди так почесали макушку, говорят, а что это мы перестали их производить? Корабли-то крутые, корабли-то все могут. Вот, и прям хлоп, нашли сразу деньги. Просто все услышали Майорову, которая сказала, я-то никогда не каталась на такой штуке. Я говорю, а, давайте начнем заново. А, значит, выхожу сегодня, а мне пригнали прям Зубр. Говорит, давайте, королевича, поедемте кататься. И я поеду. Друзья, вы можете побить, как это ни странно, но вы тоже... Ну, побить Майорову, не надо быть Майорову. Не надо Майорову бить, можете побить этот рекорд. Для этого необходимо что? Внимание, построить судно. Это очень сложная задача, потому что подтянуться хоть как-то можно, а вот построить судно, ну, возможно, у вас получится. Соберете какое-то там специальное конструкторское бюро, и необходимо построить судно на воздушной подушке водоизмещением 610 тонн. Не прокатите Майорову. Да, то, что мы с вами видели, было водоизмещением 555 тонн. А вам необходимо сделать уже 610. Ну, вот, собственно, дерзайте, вдруг получится, и тогда вы тоже установите очередной шикарнейший, удивительный, уникальный рекорд. Ну, мне кажется, у нас получилось рассказать об этом рекорде. Мы следуем далее, а в следующем выходе мы еще разыграем кепку с логотипом телерадиоканала Страна.ФМ, поэтому внимательно слушайте, будет интересно. Настасья Чудо на телерадиоканале Страна.ФМ, и я подумала, что действительно иногда люди выдают настоящие чудеса, вот просто сверх каких-то возможностей человека, и вообще сверх любых возможностей об этих чудесах мы рассказываем в рубрике «Рекорды страны», которую мы делаем совместно с Книгой рекордов России. Да, сейчас у вас есть возможность выиграть классную кепочку, между прочим. От телерадиоканала Страна.ФМ есть вопрос, есть три варианта ответов, один из которых правильный, и вот, собственно, все. И нужно этот правильный ответ отправить нам на номер WhatsApp и Viber, давай я его сразу назову, чтобы люди так были в низком старте. 8-909-928-1-89-9, и давай шестой, кто правильно ответит. Ну, пусть будет шестой, да. Пусть будет шестой. Читай вопрос. Итак, друзья, внимание, вопрос. 12 февраля 1947 года, очень давно в Приморском крае обнаружен был метеорит, названный Сихоте-Алинским. Сихоте-Алинский метеорит. Вес самого крупного фрагмента метеорита 1745 килограмм. Ух ты. Полторы тонны почти. Вот, а каким был общий вес небесного гостя? И три варианта ответа. Вариант номер один – 10 тонн. Вариант номер два – 50 тонн. И вариант номер три – 100 тонн. Я вот сейчас подскажу, что, ну, люди там будут гуглить, все такое. Сихоте-Алинский пишется через дефис. То есть это два таких слова. Сихоте-дефис-Алинский. Ну, а как люди иначе знают? Хороший подскажет. Итак, три варианта ответа, друзья. Десять тонн, пятьдесят тонн или сто тонн. Правильный шестой, ответивший на этот вопрос, получит кепку от телерадиоканала «Страна и фронт». И еще раз номер ватсапа Вайбера – 8909-928-1-89-9. Давайте пишите, верим в вашу победу. В конце, оно уже буквально в следующем выходе. Расскажем, кто победитель. Да, в финале этого часа. Ну, а мы переходим к другим важным и известным и уникальным рекордам. Самое глубокое озеро. Ну, рекорд, о котором можно не рассказывать. Практически всем известное весь мир. Да, наибольшая глубина – 1642 метра, полтора километра. Туда, вглубь. Средняя глубина – 744, ну, то есть, вот так вот достаточно часто встречается. Байкал – озеро в южной части Восточной Сибири, самое глубокое на планете. Крупнейший природный резервуар пресной воды. И вот что меня радует, в этом году его принялись очень хорошо беречь. Я надеюсь, сберегут от пересыхания, загрязнения и всего прочего. Очень вовремя, кстати. Еще один рекорд – так называемое максимальное звуковое давление на мотоцикле с коляской в России. Ух ты! Вот так вот звучит. Результат сколько? 143 дБ. Мотоцикл «Урал» 1968 года. Не очень свеженький, но вот так вышло. Владелец Денис Подшивал. Все это дело установил. Слушай, ну я вот тут вижу такую справку информационную, чтобы люди поняли и впечатлили, что 10 дБ – это шепот, а 150 дБ – это взлет самолета. А у него было 143. Практически взлет самолета. Практически на самолечке, да, взлетело. Ну что, давайте прервемся с вами на песню. После этой песни расскажем вам еще несколько рекордов и подведем итоги, кого-то наградим кепкой от телерадиоканала «Страна ЭП». Ох, 48 часов назад вы точно знали, что такое счастье. Счастье – это выходные, но тут уж понедельник, от него никуда не избавиться, поэтому нужно искать всякие привлекательные моменты. И в нем, например, как рекорды «Страна ЭП». Да, который прямо сейчас продолжается на телерадиоканале «Страна ЭП». Друзья, еще один совершенно удивительный рекорд, который был поставлен – это самый большой кинорежиссерский стул в России вообще. Обалдеть. Высота – 333 сантиметра, ширина – 179 сантиметров. И глубина, даже есть такой термин, 156 выемка такая, не знаю, что в сантиметрах. Выемка, ну хорошо, пусть будет так. Рекордсмен кто, вернее, что? Ростовский на Дону филиал в ГИК и Менгерайзму. Дат фиксирования рекорда – 19 апреля 2017 года. Что там происходит? У фасада здания в Ростовском Дону филиала Всероссийского Государственного Института кинематографии Менгерайзму установлен деревянный стул кинорежиссера. А рядом расположены кинохлопушка и рупор, которые в рекорд не вошли. Ну и ничего, может быть, в следующий раз войдут. Наибольшее количество сданной крови донором за один год для переработки на клеточном сепараторе. Вот такой вот есть рекорд. Результат – 12,5 литров, даже 12,6. Виктор Андронов такой молодец, и в 2014 году он установил этот рекорд в Санкт-Петербурге. Дата фиксации – 27 марта 2015 года. И последний рекорд, о котором мы сегодня вам расскажем. Наибольшее количество родившихся щенков в одном помете. Самая плодовитая собака в России. Вот так называется этот рекорд. Результат – 19 щенков. Порода собаки – среднеазиатская овчарка. Владелец Мартына Ларис Михайловна. Из Великого Новгорода. Ну что, я предлагаю с рекордами на сегодня закруглиться и перейти напрямую к победителям. Мы вас спрашивали про Сихоте-Алинский метеорит, правильно? Да, абсолютно верно. Который обнаружили 12 февраля 47-го года в Приморском крае. Спрашивали, сколько он весил. Вообще полностью, не кусочек, а целиком. 100 тонн – это правильный ответ. Шестой правильно ответил нам Юличий. Номер заканчивается на 0691. Юлечка, мы вас поздравляем. Кепка с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ» достается вам. Вне эфира вам придет сообщение, где подробно расскажут, как вы эту кепочку заберете. Да, вам большое спасибо за то, что поучаствовали и с победой вас еще раз. Нам осталось напомнить вот о чем, друзья. Если вам вдруг вздумается, а вам вздумается обязательно установить собственный рекорд, для этого заходите на сайт книгарекордовроссии.ру. В специальном разделе «Установите рекорд», заполните специальную заявочку и дождитесь ответа. Вот, все. Российское гражданство необходимо. Я думал, ты об этом скажешь. Хорошо, я об этом сказал очень важный момент. Я уже, знаешь ли, думаю одной половиной своего мозга, что мой рабочий день подошел к концу, ну а вам наоборот, желаем классного, легкого рабочего дня, и чтобы руководство вас любило, всячески поощряло. Правильно? Ну и если будет желание и возможность, все-таки уставите какой-нибудь рекорд. А мы об этом обязательно расскажем. Да что там расскажем? Покажем вас. Ну а мы это Влад Кутузов и Валерия Майорова. Пока, счастливая. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ».